Итак, если все-таки мы сделали биопсию симмунального лимфоузла или сразу выявили местно распространенный процесс, логично будет предположить, что мы, возможно, захотим назначить профилактическое лечение, потому что понимаем, что хирургического лечения может быть недостаточно. И в связи с этим вопрос первый, кто и когда назначает адювантную терапию, когда вы можете это делать. То есть пациентов, начиная уже с второй стадии заболевания, мы знаем, что у нас пациенты обычно недообследованы. Со второй Б, с третьей стадии, вы назначаете только при третьей стадии или при любом операбельном рецидиве, транзитных метастазах. Или вы вообще считаете, что адювантная терапия – это малоэффективное средство, никогда ее не назначаете. Ну, тут скорее больше назначающих, чем не назначающих, однако мнения разделились, особенно относительно ранних стадий. Как я посмотрю, ну, что же мы имеем на сегодняшний день. Итак, у нас за последнее время произошла достаточно большая эволюция в адювантной терапии меланомы. Мы знаем, что если мы берем 15-20-летнюю историю, то у нас был вопрос назначать интерферон или не назначать интерферон. А на 2017 года у нас вышло целый ряд исследований и целый ряд обновлений этих исследований на сегодняшний день, обновленных данных, которые показывают, что есть другие опции и другие опции совершенно другим уровнем эффективности. И сегодня, в принципе, это два пакета возможностей. Один – это таргетная терапия для брафмутированных пациентов, и другой – это иммунотерапия уже для всех пациентов, вне зависимости от статуса брафмутации. Ну, начнем с таргетной терапии. Что дает таргетная терапия? Мы видим, что на сегодняшний день это результаты исследования комби-АД, в котором сравнивалась терапия пациентов третьей стадии заболевания, которые получали либо плацебо, либо комбинированной терапией доброфенибом и тромбинсинибом. Мы видим, что по какой системе не стадирую пациентов, что по предыдущей версии, седьмой, что по восьмой версии, а эта версия вступила в действие в начале данного исследования, мы видим, что размер эффекта достаточно высокий. Более того, по восьмой версии даже несколько четче предсказывает эффект классификации, несколько лучше видна разница, которая постоянно с течением времени. На что хочется обратить внимание. Если мы посмотрим на кривую, то, конечно, максимальная выгода достигается именно на первом году жизни. Дальше кривые идут, но очень похоже и очень близко. И, в принципе, она сохраняется потом в дальнейшем относительно фиксированно. То есть основную роль и основную пользу терапия дает в профилактике именно ранних рецидивов. Что имеет важное значение для дальнейшего понимания возможности одевантной терапии. Если посмотреть по подгруппам, то, безусловно, но тут не надо сильно обращать внимание на первую строчку, потому что тут очень мало пациентов было, просто мощности исследования недостаточно, чтобы показать разницу. Но мы видим, что какие бы подгруппы мы ни брали, подстадию, возраст, пол, вид мутации, мы везде видим достаточно существенный и однородный прирост выживаемости в пользу доброфенеба и термитинеба. Мы все знаем, что одевантная терапия назначается для того, чтобы увеличить в первую очередь общую выживаемость. Мы пытаемся вылечить пациентов. И это является основной конечной точкой любого исследования про профилактическому лечению. И компиадета, в принципе, с первого же анализа показала увеличение общей выживаемости пациентов. И что важно, что это же уже время, когда все эти препараты и таргетная терапия, и иммунотерапия находились в виде стандартных лечений в достаточно широкой клинической практике на приметастатическом процессе. То есть они применялись. И все равно эти пациенты имеют улучшение выживаемости. Более того, с течением времени абсолютная польза, абсолютное увеличение выживаемости увеличивается, что не может не радовать, безусловно. Но если перейти к иммунотерапии, мы знаем, что у нас есть два антипедиодин препарата, которые зарегистрированы на сегодняшний день в Российской Федерации. Это пембролизумаб и невилумаб. Пембролизумаб показывает схожие кривые, но он демонстрирует все особенности иммунотерапии, которые у нас есть. То есть у нас есть отсутствие различий практически на первых трех месяцах лечения и достаточно выраженный спад. Вот здесь вот. То есть разделение начинается после трех месяцев, но усиливается с течением времени. И это данные только по времени до прогрессирования. Однако мы можем говорить, что, наверное, мы не предотвращаем раннее прогрессирование, раннее рецидиво, но мы очень хорошо предотвращаем позднее прогрессирование, позднее рецидиво при использовании иммунотерапии. Невилумаб. Та же самая история с начальной частью в три месяца, где особой разницы нет. Но дальше разница начинает усиливаться. И что необходимо показать? Невилумаб – это единственный препарат на сегодняшний день, который изучался у пациентов с четвертой стадией заболевания, то есть с отдаленными метастазами, которые хирургически могут быть удалены. Формально это тоже является одевантной терапией, несмотря на то, что это уже метастатический процесс. И вот даже у таких пациентов в четвертой стадии мы видим определенную пользу от применения иммунотерапии. Более того, размер этой пользы одинаков на третьем году, что для третьей стадии, что для четвертой стадии. Однако надо обратить внимание на то, что при четвертой стадии статистической значимости этой различии не достигли. Если мы посмотрим два исследования рандомизированных, которые есть на сегодняшний день при четвертой стадии, это Чикмит-238, который сравнивал ипилимумаб с нивилумабом, и иммунета, которым более подробно расскажет потом Светлана Анатольевна, которая уже сравнивала нивилумабы с ипилимумабом. Посмотрите на группу монотерапии. Нивилумаб и пилимумаб имеют примерно одинаковые характеристики при четвертой стадии заболевания после удаления рецидивов. Таким образом, да, плацебо заведомо хуже. То есть не стоит вопрос лечить или не лечить. Но вот чем лечить, это еще предстоит разобраться. Стоит ли нам для всех применять это лечение, это вопрос будущего, который будет освещен в следующем докладе. Что важно, что иммунотерапия назначается у пациентов как с бравмутацией, так и без бравмутации. И, безусловно, она эффективна и в том, и в другом случае. Однако размер эффекта меньше у пациентов с бравмутацией. Посмотрите, здесь результаты по невилумабу, доложенные на последнем конгрессе ЭСМО. Вы видите, размер эффекта гораздо меньше, чем у бравмутаций негативной популяции. Если мы сравним с тем, что бы происходило, если бы эти пациенты лечились в исследовании комби-АД, однозначно худшие результаты на первом году наблюдения при иммунотерапии, сопоставимые результаты на втором году. А вот на третьем году польза уже не такая очевидная. То есть мы имеем дело определенно с двумя популяциями пациентов, и нам еще предстоит научиться дифференцировать эти популяции. На сегодняшний день факторов, которые позволяют нам дифференцировать это, нет ни в рекомендациях, ни в разработке, по сути. Что происходит с пембролизумом в зависимости от статуса мутации брав? Мы видим здесь немножко более похожие цифры, хотя, опять-таки, при диком типе результаты немножко лучше. Если мы сравним с комби-АД, то мы получим те же самые результаты, что мы получили при терапии невилумабом. То есть несколько хуже результаты на первом году, сравниваются результаты на втором году, что дальше мы пока не знаем, потому что результаты пембролизума бы не опубликованы. Всем нам известно, что адевантная терапия, как и любое лечение, это риск нежелательных явлений. Это необходимость приходить в клинику, необходимость делать какие-то обследования. Все это может повлиять негативно на качество жизни пациентов. Качество жизни – это одна из основных ключевых конечных точек. В конце концов, мы лечим всех пациентов, чтобы они жили долго и счастливо. И степень счастья измерялась в каждом из исследований, что оказалось, что исследования как минимум не влияют, а в исследовании комби-АД даже было показано увеличение качества жизни пациентов, которые получали адевантную терапию по сравнению с пациентами, которые ее не получали. Поэтому это считается значимым и благоприятным дополнительным фактором, дополнительным поводом для того, чтобы назначать адевантную терапию. Что хотелось бы сказать в заключение. На сегодняшний день эффективная адевантная терапия должна быть назначена всем пациентам, начиная со 2-й Б до 4-й стадии заболевания. Это те стадии заболевания, при которых есть доказательная база и есть действительно увеличение общей выживаемости пациентов, получающих адевантную терапию по сравнению с плацебо или с другим видом адевантной терапии. Что касается российских рекомендаций, у нас на сегодняшний день со 2-й Б до 2-й С стадии заболевания рекомендовано только у пациентов с изъязвленной формой меланомы использовать интерфероны. Другие препараты пока не исследовались в этой области, поэтому этих рекомендаций нет. Начиная с 3-й стадии, рекомендовано использовать либо иммунотерапию для всех пациентов, либо брафингибиторы для пациентов с брафмутацией. На 4-й стадии единственная доступная на сегодняшний день рекомендация – это неволумаб при полностью удалимых метастазах олигометастатической болезни при 4-й стадии заболевания. Из-за этого мы утверждаем, что адекватное стадирование является критически важным для правильного лечения пациентов. Почему мы так много времени удивляем биопсии сигнального лимфоузла? Потому что пациент, прошедший процедуру биопсии сигнального лимфоузла, может перекочевать из 2-й С в 3-ю Д стадию. И это будет совершенно другой прогноз и совершенно другие возможности по его эффективному лекарственному лечению на сегодняшний день. Что еще необходимо отметить? Что проведение адювантной терапии, если мы все делаем по рекомендациям, если мы мониторим пациентов по рекомендациям, если мы пациентов обучаем, какие нежелательные явления могут быть и что с ними делать, является безопасной. И если это назначено по показаниям и без противопоказаний со стороны пациента, мы должны это назначать всем пациентам. И хотелось бы привести ссылку на наши рекомендации. На сегодняшний день, буквально пару недель назад, одобрены рекомендации 2019 года по лечению меланомы, которые будут действовать весь следующий год, включают новые классификации и все новые показания, о которых я сегодня говорил, в качестве рекомендованного лечения, которое вы можете посмотреть на сайте клинических рекомендаций Минздрава. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...